Девушки отдыхают И уже через год Анне удалось создать свою благотворительную организацию. Но такая работа не имеет графика выходных и зарплаты. Поэтому единственный кормилец семьи – муж. Несмотря на то, что фонд официально оформлен, он живет исключительно за счет человеческих ресурсов. У нас есть все, что в настоящей такой организации, но в душе мы все равно остаемся волонтерами, которые не могут себе позволить брать какие-то проценты из подопечных наших. Мы все равно остаемся обычными волонтерами. Девушка помогает людям до 30 лет. Говорит, хотела бы помочь всем, но это физически просто невозможно. Поэтому в приоритете дети. Анна старается устраивать как можно больше благотворительных ярмарок и не отказывается от любой помощи. Будем деткам раздавать эти календарики, потому что они любят, что как на мед летят на что-то такое цветное, смешное, красивое. Я думаю, что им будет очень приятно. Но и про стариков не хочется забывать. Недавно ее фонду предоставили 150 специальных ходунков. Теперь вместе с подругой необходимый инвентарь девушка развозит по домам. Для этого нужно документов очень много пособирать, и это дают в пользование временно. И так как у нас очень много людей пожилого возраста, которым даже по квартире практически тяжело или невозможно передвигаться, то, конечно, у нас не было вопроса, кому это все понадобится. Работа благотворительной организации – это постоянные телефонные звонки и письма на почту. Эти сообщения разные, но часто они несут и хорошие новости. Александр Владимирович, здравствуйте. Сегодня утром звонили с Фрезениуса. Мы уже проплатили им стоимость этого насоса, и завтра они привозят этот насос нам. До 12 он будет у меня. Вы приедете за насосом, давайте я вам его привезу. Это был очень хороший звонок. Кроме организации работы фонда, Анна сама с радостью отвозит необходимую помощь. Поэтому мы решили вместе с ней заглянуть в медицинский центр «Гемодиалис» на Малиновского. Отделение нуждалось в насосе для аппарата очистки воды по переливанию крови. Всего за сутки девушке удалось найти деньги на деталь стоимостью 27 тысяч гривен. Наша долгожданная деталька. Я надеюсь, что теперь вы сможете полноценно подчинить систему водоподготовки. И у нас ничего не будет больше ломаться. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное за оперативность. Еще одна девушка, чье доброе сердце принадлежит онкобольным деткам, это Александра. Работает она эстетистом в Черноморске. Эта профессия помогает ей себя обеспечивать. Параллельно она координатор волонтеров в благотворительном фонде «Пчелка». Занятие исключительно для души. Потому что это не профессия, а призвание. Оно было, наверное, врожденное это желание помочь деткам. Не только деткам, а также их родителям. Потому что здоровье детей и их эмоциональное состояние зависят прежде всего от родителей. Какое отношение, восприятие, проблемы этой болезни будет у родителей. С тем самым так будет проходить ход лечения детей. Самое главное в этом деле – результаты радостной улыбки здоровых и счастливых детей и их родителей. Даря добро, даря улыбки детям и родителям, ты получаешь частичку в ответ. Это, наверное, самое лучшее наслаждение и благодарность, которая может быть в жизни. Вместе с волонтерами для маленьких пациентов онкогематологического отделения Александра организовывает развлекательную программу. Два раза в неделю координатор фонда и аниматоры ходят по палатам малышей. Дарят им подарки, играют в игры и веселят. Также кулинары Одессы с радостью идут на общение с детьми. Они учат их готовить разные вкусности, так как после тяжелых курсов химиотерапии пропадает аппетит. А так они сами готовят эти блюда, сами украшают. Им приятно угостить родителей, угостить друга по палате, который в данный момент, допустим, не может выйти и приготовиться. То есть он делает добро, тем самым он тоже делится. Каждый ребенок требует особого подхода. Иногда с малышами трудно даже расставаться. Когда я выхожу, да, отлучилась минут на 10, сидит девочка плачет. Я говорю, чего ты плачешь? Она мне говорит, я думала, ты ушла, а ты исчезла. И как они сильно держатся за руки, боятся отпустить тебя, чтобы ты не ушла. Ну, это такие вот моменты. Но все, что возможно сделать для и ради таких детей, стоит потраченных усилий. Потому что видеть здорового ребенка – самое большое счастье. Когда ребенок пройдет весь этот трудный, тяжелый путь, вот в финале, увидеть его на ежегодном вот этом фестивале, там, где собираются детки, которые действительно смогли преодолеть эту болезнь. Вот, наверное, это самое главное. Для того, чтобы спасти чью-то жизнь, не обязательно быть врачом или пожарным. Эти женщины, время и силы которых принадлежат другим, подают руку помощи, не задумываясь о благодарности, вознаграждениях и похвале. Главное для них – это счастливые лица людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова